Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вновь приветствую вас в нашей школе рисования. Я вам говорила, что мне не нравится в этом эскизе. Но, во-первых, мне не нравится, что здесь неопределенность есть цветовая. Какая? Ну, плотность не найдена цвета. Цвета небес, там стены вот этой бетонной, нет материальности этой бетонной стены. Колорит, вот он задан, угадан, а вот самой плотности нет. И поэтому я начала с чего? Чтобы понять, что небеса будут прозрачными и голубыми. Вот, а сами фигуры, они будут организованы ритмически. То есть как? Ну, допустим, вот если здесь синий, то у нас здесь должна быть поддержка. Вот здесь тоже синего пятна. Если здесь такой красноватый, оранжевый, то и здесь по пятнам тоже должна быть поддержка. Более того, вот сам цвет стволов деревьев, вот он так или иначе должен быть найден. Конечно, можно сделать такую и миниатюрную работу, но все-таки более значительно и монументально будут смотреться такие работы на большем формате, чем вот формат эскиза, который мы с вами здесь делаем. Опять-таки, вот нужно с архитектурой здесь разобраться, архитектура черепичной кладки, архитектура такой стены, железобетонный материал ее, наличников. Я имею в виду, что здесь вот живописного решения еще не хватает. И эскиз чем хорош? Тем, что здесь можно проэкспериментировать, не понравился, сделал другой эскиз, да, вот в таком формате. Вот я просто уплотняю эти деревья, ну и, соответственно, там опять еще пока не найден ритм вот этих вот пятен цветовых. Так, ну и здесь у нас, значит, остановка. Вот опять-таки ритм этих стволов, это тоже вот такая тема этой картины. Деревьев. Цоколь у здания. Он тоже должен быть плотнее, вот этот цоколь. Вот так вот. Вот так вот цоколь. И видите, уже есть это ощущение, говорит, воздушности и материальности. В маленьком эскизе можно задать это общее решение колористическое. Ну, конечно, большая работа требует там определенных колористических растяжек, цветовых растяжек, которые мы с вами тоже в каждой картине делаем, да. Здесь вот эта черепичка у нас, она может быть вот такого цвета, да. Может быть, она оранжевый. А может быть, вот такой и фиолетовый. Вот как вот ее решить? Это тоже выбираете вы, то есть выбирает автор. Ну, опять-таки, вот здесь, что будет плотнее, небо или стена дома? А здесь еще пока это не решено. Значит, нужно над этим тоже работать. Там вот какие-то пристройки. Пописать окна. Как они будут. Ну, вот одним словом, вот за основу нужно брать именно этот эскиз. Чем он мне понравилась, вот эта тема и вот данное ее решение. Тем, что здесь есть это настроение ожидания. Опять-таки, люди как будто выстроились на парад ожиданий. Вся жизнь человека – это ожидания. И вот ожидания перемен, ожидания любви, ожидания счастья, ожидания работы, ожидания успеха или потери. Вот здесь вот ожидания. Вот здесь вот ожидания движения вперед. Перемещение в пространстве, я имею в виду. И вот я через ритм этих фигур и хотела показать это ожидание. Ищу, ищу, ищу опять тональность, ищу плотность, ищу светосилу краски. То же самое мы с вами делали, когда писали натюрморты. Да. Ну и здесь вот, допустим, там какой-то в окне какие-то отзвуки идут. Небес. Одним словом, вот так вот, видите, я дорабатываю, и мне опять такое ощущение, что вот не хватает. Не хватает здесь каких-то движений. Движений не хватает. Значит, ритм, движения, силуэты, контуры, игра наклонных, вертикалей, горизонталей, овалов, углов, треугольников. Вот здесь этот угол, здесь этот угол. Видите, это все и есть композиционные ходы, решения. Видите, я здесь, веточки как пойдут. Это нужно чувствовать, это вам не даст срисовывание с натуры, не даст вам здесь вот ничего. Здесь нужно сначала задать самим этот ритм. В натуре можно случайно увидеть, подсмотреть, но пластику должен художник отрабатывать. Ну, видите, уже лучше становится. Уже видно тяжесть земли, построек на ней и глубина небес. То есть все зависит от количества проведенного времени над картиной и осмысления тех проблем, которые вы считаете нужным отразить в данной работе. Конечно, фигуры можно подвигать еще, подвигать и по силуэтам сделать более выразительными. Ну, вот я думаю, что над этим мы поработаем уже в большой картине, если проложим вот эти вот цветовые отношения так, как мы сделали это в эскизе. И посмотрим, как это будет смотреться на большом формате холста. Вот, дорогие друзья, я держу эскиз перед собой и перевела на большой холст нашу композицию. И здесь вот ее нужно тоже дорабатывать с учетом того, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Здесь, может быть, вот я говорю, что эти облака прописывать. Опять-таки, вот идет им персонализация образов, да? То есть я не пишу конкретные какие-то фигуры или портреты, а делаю здесь как бы человека вообще. И меня заботит здесь больше всего вот составляющая композиции. То есть это ритм, вот как я уже сказала, ритм пятен там, да? Ну вот можно, конечно, еще по теням пройтись здесь. Можно и нужно даже еще, как в эскизе мы делали в прошлый раз, там усилить какие-то силуэты деревьев. Можно усовершенствовать цветовое решение. Субтитры сделал DimaTorzok Опять-таки, вот как и в эскизе мы можем уплотнять или делать более узнаваемой там крышу, черепицу или там пробивать окна светом небес, там, ну, светлее сделать стеклышки там, да? Кое-где, не обязательно это делать везде. Здесь, видите, у меня дом выше, чем в эскизе. Вот я решила подумать, как это будет смотреться. Так же, как и могут быть деревья с такими вот гнездами. И здесь там дорожки. Конечно, здесь самое сейчас вот приятное наступает, когда ты должен и обобщить, и конкретизировать работу одновременно. Ну, захотелось мне чуть посветлее неба. Чтобы оно не попадало вот в цвет этих платьей и костюмов наших с вами персонажей. Вот, видите? И тогда люди, они выходят на первый план. И здесь тоже требуют... Может, хочется что-то и светлого, какой-то светлый костюм дать. То есть, чтобы не было вот этой тональности такой серой, мы делаем ритм из темных, серых и светлых пятен. Вот, в частности, здесь, может быть, вот эти вот такие большие наличники тоже могут играть свою роль. Цоколь подчеркнуть, обрешетку. То есть элементы, из которых состоит сама картина, вот мы здесь подчеркиваем. Там, допустим, белый бордюрчик. Мы стремились здесь вот дать это настроение, которое вот сопутствует ожиданию, да? И опять-таки, вот там, допустим, белое какое-то пятно. Вот. Белая шляпка. Да. Здесь. Ну, там может быть соколь белый другого дома. Или тоже шляпочка. Одним словом, вот мы продолжаем работать. Ну, естественно, там, может быть, конкретика уже лица. Или здесь вот. Ну, это в зависимости от того, насколько у нас хватит время. Ну, потому что бывает так, что скажете, что вот, надо композицией, это из того, как вы написали персонажа, который стоит на остановке. Ну, нет, она не из персонажей, она из всего. Какой конфигурации дом, как идут веточки, дерево, окна, силуэты. То есть композиция, она здесь у нас во всем. Дальше мы должны еще больше вот этот мотив таких вот силуэтов, веточек. Можно более тонкими их сделать, но я уже не буду менять кисть. Вот так вот. У нас, видите, вот это дерево немножко провалилось на картине. Его тоже нужно поднять, это дерево. Ну, тема может быть решена, видите, по-разному. Я решила эту тему, остановка ожиданий, вот таким образом. Ну, да, вот сейчас я хочу все-таки ствол этот погасить. Кое-где оставить рефлексы. И, может быть, еще уточнить сами эти черные шляпы сделать четче или по теням выявить. Ну, вот видите, уже понятно. Уже есть эти элегантные силуэты. Дам, здесь с сумочками. Вот. Возможно, в перчатках. Тут силуэты тоже господина. Итак, я постоянно сравниваю и анализирую, как один кусочек композиции, он играет, работает с другим, с другой частью композиции. Один элемент композиции работает с другим элементом композиции. Это и есть композиция, когда каждый элемент, он вносит свою лепту в общий строй, настрой, настроение, пластическое решение всей композиции. То есть вот такой отдельной прописки следует на начальных стадиях избегать, потому что она не будет, может, не гармонировать совершенно с общим настроем всей композиции. Кусочек может вырываться, быть несогласованным с остальными частями композиции. Вот это и есть ошибка. А так вы даже вот направление, конфигурацию линий, вы ее словно сверяете, эту вот линию, с этой линией, и даете вот такие силуэты. Безусловно, может, она потребует после того, как высохнет, может, потребует еще доработки. Нужно думать над этим. Хочется мне где-то в каких-то местах просто поцветнее сделать, поэтому я это буду делать. Где-то, может быть, показать эту волнистую линию, этой черепичке дать, вот. Где-то на касаниях еще пройтись. Ну, где-то... Вот я, конечно, боюсь такие вот яркие делать здесь пятна, но в конце работы уже можно... Подумать, почему бы и нет. И здесь тогда я уплотню, чтобы не попадало это в цвет дерева. Вот это пятно. И здесь можно. То есть, чтобы вот к этому серому какие-то красные еще были цветовые отношения. Но хочется, конечно, цвет поактивнее где-то. Здесь уже, если говорить о живописи, то можно еще пройтись и, значит, какие-то моменты дать поцветнее. Не все серое давать, а где-то... Может быть, это будет бордюр, может быть, это будет у нас с вами дорога. Ну вот, друзья мои, я показала вам принцип работы над композициями картин от эскиза к картине большого формата. Я думаю, что по этому принципу можно будет нам сделать и осуществить, реализовать наши замыслы на тему исторических композиций и композиций батального жанра, и бытовых картин, и натюрмортов, и интерьеров, и групповых портретов. То есть здесь фантазия наша не ограничена и на темы сказок, и на темы литературных произведений, и повседневной жизни. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.